По тем вопросам, которые здесь звучали, что у нас в этом плане запланировано и киевич мы собираемся делать? Буквально телеграфным текстом. Первое по Шитовскому заливу, по его чистке. В общем-то, учитывая то, что этот объект рядышком с нами, вы все прекрасно видели, как эти работы начинались. Но в связи с тем, что выбрана проектом технология в силу того, что были едва засушливые года и могла быть реализована, на сегодняшний момент государственный контракт расторгнут. Проект находится на доработке и после прохождения государственной экспертизы, после его доработки, работы будут продолжены. Что касается объекта берегоукрепления по Дамбе, в течение 2012 года уже дважды в администрации города Белых-Луница собирались специалисты, в том числе и представители нашего департамента, представители Камского бассейного водного управления, проектных организаций. На сегодняшний момент даны рекомендации администрации города Белых-Луница для обращения в департамент с заявкой на строительство объекта берегоукрепления. Однако пока материалы не поступили. В этой заявке желательно привести обоснование, какие-то интегральные показатели, то есть длина, скажем, на размываемой линии предполагаемой, объем ущерба при неприятии должных мер. Только после этого департамент готов работать с Федеральным агентством водных ресурсов по включению данного объекта в федеральную адресную целевую программу. Андрей Николаевич, мы сейчас говорим про программу в 2014 году, правильно я понимаю? Да, конечно. Тогда у меня, собственно говоря, просьба Николаевича в протоколе отфиксировали, что здесь сейчас камень-то, не знаю, шар на вашей стороне. То есть мы готовы работу в Федеральном агентстве водных ресурсов ввести, но нам для этого нужна ваша заявка, ваше обоснование, потому что без этого мы заявку от себя подать не сможем. То есть если ваша заявка будет, мы постараемся все усилия приложить и получить необходимое финансирование, но если вы этого не сделаете, то обвиняйте на себя. Договорились? Сколько времени требуется вам для того, чтобы эту заявку подготовить? Я думаю, что в следующей неделе достаточно будет. В следующей неделе я думаю, что достаточно будет. В течение следующей недели. Ну давайте до конца июля заявки подготовить перед этим департаментом. Тогда Андрей Николаевич, вы мне отдельно доложите по этой заявке, потому что если мало ли у нас будет какое-то другое мнение, чтобы этого не получилось. Если все нормально, тогда я буду выходить на руководство Федерального агентства водных ресурсов и просить, чтобы эта заявка была на четвертый законодательное включение. Спасибо. Все, спасибо. Очень коротко, Андрей Владимирович, по бюджету и по налоговой дисциплине. Уважаемые жители Белохланицкого района, я буквально коротко расскажу, потому что глава района очень подробно рассказал об исполнении бюджета. Необходимо остановиться на нескольких моментах. Хотя доходы района идут с положительной динамикой, но все-таки в сопоставимых условиях темпы роста собственных доходов, они складываются ниже среднего областного показателя и чуть ниже других муниципальных образований. Вместе с тем необходимо отметить, что в 2012 году и на 2013 год запланированы повышенные темпы роста фонда оплаты труда и основного доходного источника – это налога на доходы физических лиц. В результате удельный вес налога на доходы физических лиц превышает показатели в среднем по области и составляет более 56%. И необходимо отметить, что фонд оплаты труда прирост, динамика налога на доходы физических лиц тоже сложилась за отчетный год выше средних областных показателей. Но в течение текущего года за 5 месяцев немножко темпы роста налога на доходы физических лиц складываются пока ниже средних областных показателей.